МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это историю, которую должен знать каждый житель. Здесь был построен один из первых металлургических заводов и одна из самых крупных электростанций. А сколько выдающихся людей выросло на Сулинской земле? 15 героев СССР, 7 полных кавалеров, герой России, лётчик-космонавт Валерий Корзун и многие другие. Мы делаем небольшую серию об истории нашего города. Мы начинаем её в том священном месте, посёлке Сулин, у библиотеки, носящей имя нашего славного земляка Андрея Лукича Сулина. Здесь то место, которое должен знать и гордиться каждый житель нашего города, потому что отсюда пошла история и жизнь нашего города. У излучины двух рек, Кундрючей и Гнилушей, 224 года назад полковнику Андрею Сулину была выделена земля. Ныне посёлок Сулин раньше был заселён 12 семьями. Сейчас их имена на табличках украшают дерево возле библиотеки и напоминают о том, откуда взял начало наш город. В это здание, которое построено в конце 19 века, ребята ходили в школу. Сегодня здесь библиотека находится. А некогда это было здание, построенное как министерское училище. Оно было первое в нашем городе. Открыто в 1877 году. Посёлок Сулин – один из самых старейших в нашем городе. Сейчас здесь есть средняя казачья школа, музей казачества, детский сад, библиотека и другие памятные места. Валерия Жукова, Андрей Хадюшин, Дмитрий Соболев. Специально для программы «Время местное». Наш чемпион. Выпускник Донецкой детско-юношеской спортивной школы номер 2 Эдуард Савин занял первое место на чемпионате России по боксу, который проходил в городе Кемерово. Алексей Масленников пообщался с победителем. По такому случаю спортсмен приехал в Донецк с чемпионским поясом, где его чествовали юные воспитанники школы. Поздравляем! 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 Эдуард является мастером спорта России по боксу, был вторым номером в составе сборной России, был третьим, но была мечта стать чемпионом, а затем добиться звания мастера спорта международного класса. Мечта стала целью, которой он добивался упорным трудом. Восемь России у меня чемпионатов, первенств России было на счету, но я сначала не доходил даже до призов, потом долго был третьим номером, и вот на восьмом России, на чемпионате России среди мужчин я смог завоевать золото. Первые шаги в боксе он начинал в этом зале под руководством первых тренеров Козлова Евгения Александровича и Шевченко Александра Сергеевича. Душу, наверное, переполняет то, что не зря вкладывалось в него все знания и умения, что он смог их применить и достиг того, к чему он стремился на всех этапах своего тренировочного процесса. Высокий результат каждого воспитанника является работой тандема «Тренер-родитель». Лишь при участии родителей в спортивной жизни ребенка возможно достижение любой поставленной цели. Мечта была, желание было, поэтому если ребенок хочет, почему бы ему не дать такую возможность. Но если ты берешься за дело, ты должен его доводить до конца. То есть не было такой возможности не ходить. Если ты взялся, значит делай это, твое дело, ты его сам выбирал. Поэтому нет, меня бокс не пугает. Смотреть его не всегда возможно мамам, но и этому тоже можно со временем научиться. Дети с большим желанием общались с чемпионом, фотографировались, примеряли на себя чемпионский пояс. В заключении встречи Эдуарду были переданы пожелания здоровья и осуществление еще одной мечты – выполнить звание мастера спорта международного класса. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». По библейским сюжетам. Храм святителя Дмитрия Ростовского в Сальске преображается на глазах. На стенах уже появились лики святых, ангелов, евангельские картины. Этого события ждали 10 лет. Купол расписан и центральная часть храма практически завершена. Батюшка попросил волгодонских мастеров взять паузу. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Надо подготовиться. Это и скрипы, они перемещаются здесь. Поэтому, чтобы не отвлекать наших прихожан от богослужения, от молитвы, мы решили сегодня не работать по росписи храма. Удовольствие это не из дешевых. Дуджетирования у церкви нет. И все, что было заработано на требах в течение пяти лет, а это 2 миллиона 400 тысяч рублей, потратили за 4 месяца. Работу специалисты продолжат, батюшке удалось с ними договориться. А храм будет постепенно расплачиваться. Если мы сейчас остановимся, то это надо разобрать полностью. Леса, уедут люди, когда потом они приедут, пока у нас есть вдохновение, пока у нас есть желание, пока мы горим сердцем, но надо это делать. В эскиз по согласованию с отцом Дмитрием иконописцы внесли изменения, добавили золотых красок. С помощью добрых дел и умелых рук церковь преображается. Вот и получилось красиво. И когда смотришь снизу, стоя в храме, на купол, то мы видим по-разному, как блестит каждое изображение. Там еще молитва есть. И вот вечером одно сияние, днем другое, утром третье. Площадь центральной части храма 300 квадратных метров и почти 700 квадратов боковые стены. Их художники расписывать начнут после праздника. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». В пути без телефона. Сотрудники ГИБДД Новошахтинска провели разъяснительную акцию на улицах города. А помогали им в этом юные волонтеры. Проводится беседа с участниками дорожного движения, с водительским составом о том, чтобы не использовать телефон во время управления транспортным средством, либо прибегать к использованию специальных устройств для ведения разговоров без использования рук. Также к пешеходам обращаем внимание при переходе проезжей части быть внимательнее, не использовать гаджи при движении. Согласно статистике, довольно часто причиной совершенного ДТП становится отвлечение водителя или пешехода на средства мобильной связи. Но то, что водителям запрещено во время движения использовать телефон без технических устройств, позволяющим вести переговоры без использования рук, об этом многие знают. А вот то, что пешеходам при переходе проезжей части рекомендуется тоже не использовать сотовый телефон, электронные гаджеты, об этом мало кто знает. А вот во время движения при переходе проезжей части категорически не рекомендуется использовать гаджет. А если вас задавят? А если скоро едет? Не смотрите? Вот с вас снимает оператор, как вы не смотрите. Как вы идете в телефон и разговариваете. Это ваша безопасность. Вот вам памятка от детей. Соблюдайте правила дорожного движения. Сотрудники отдела ГИБДД города Новошахтинска систематически напоминают правила дорожного движения. Волонтеры раздают памятки. И все это для того, чтобы пострадавших и жертв в дорожно-транспортных происшествиях было как можно меньше. Но порою даже животные знают, как правильно необходимо переходить улицу, а люди об этом забывают. Оксана Полникова, Степан Оноц, телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Героиня нашего следующего сюжета – учитель. Она работает в школе 23 года. Чтобы ее ученики не уставали на уроках, применяет технологии, оберегающие здоровье детей. Свергим глаз с каменью за своим пальчиком. Как предупредить зрительное утомление и сохранить работоспособность детей на уроке? Лариса Юнышева перечитала немало специальной литературы. Когда ответы были найдены, начала активно внедрять гимнастику для глаз. Ученики легче усваивают математику, русский язык и проблем со зрением стало меньше. Когда я набирала других детей, я обратила внимание на то, что у меня дети стали часто обращаться к врачам, именно к кулистам. Значит, думаю, где-то есть загвоздка. И вы знаете, к концу четвертого класса у нас стало меньше детей, которые ходили бы в очках. И поэтому эту технологию я применила и на этом классе. Для снятия нервного напряжения педагог использует один из приемов суджок терапии. Массаж кистей рук специальными шариками. Поглаживание книжных закладок с пайетками тоже действует расслабляюще. И обязательно физкульт минутки под веселую музыку. Звездные точки на потолке помогают сконцентрировать внимание. Все это положительно влияет на организацию учебного процесса. Опыт перенимают коллеги. Это учитель практик, который новые технологии внедряет непосредственно в образовательном процессе. И при этом, естественно, обучает молодое поколение. Технологии здоровья Лариса Юнышева применяет и дома. Правда, старший сын уже вышел из-под маминой опеки. Младшей дочке упражнения идут на пользу. На уроках во втором классе ребята успешно осваивают учебную программу. Я с помощью зрительной гимнастики провожу разные виды занятий, заданий. И детям это очень нравится. Свои наработки Лариса Анатольевна недавно представила на муниципальном этапе конкурса «Учитель года». Вышла в лидеры в номинации «Учитель здоровья». Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Культурная суббота. Благодаря этой всероссийской акции в Печенокопском районе была организована выставка мастеров прикладного творчества «Рукотворные чудеса». На открытие были приглашены учащиеся местной школы. Картины, поделки из бисера, коллекция кукол народов мира, сундуки из бумаги. Все это вызвало большой интерес у посетителей. По всему нашему Печенокопскому району проходят эти различные мероприятия. Мы, работники учреждения культуры, также не остались в стороне и решили провести выставку. Также в рамках акции для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению цветов в технике кинзаши. Елена Кизилова, чьи работы были представлены на выставке, наглядно продемонстрировала, как создаются ее цветочные композиции. Можно научиться делать в разной технике цветочки, розочки лепестками. Можно научиться без лепестков. Когда берешь большую ленту, и уже большой лентой ты заворачиваешь цветочки. То есть, ложишь ее вот так вот, и вот так вот начинаешь их заворачивать. И тогда при заворачивании у тебя получится вот такая, чуть-чуть другого фасона розочка. Да, это ты уже заворачиваешь, скрепляешь ее, наклей, ты уже сажаешь ее сразу, и так вот завернула, склеила, завернула, склеила, завернула, склеила. И тогда, если сильнее затянуть, то чуть-чуть вот такая получится. Чуть послабее, получится вот такая розочка. Акция «Культурная суббота» станет ежегодной и будет проходить каждую вторую субботу сентября. Михаил Игнатенко и Евгений Трачук. Специально для «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся в четверг на этом же месте в это же время. Время местное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА